Всем привет, это Миша и как обычно время американских новостей рассказываю о том, что у нас здесь происходит и обсуждается. Ну и понятно, что праймарис, которые проходили как у республиканцев, так и у демократов, являлись главной политической новостью недели. Однако начнем мы с тех событий, которые предшествовали этим праймарис. Верховный суд США рассмотрел постановление, вынесенное судом Колорадо, относительно недопуска Дональда Трампа до праймарис на выборах в Колорадо. Колорадские юристы исходили из того, что Трамп попытался устроить восстание и, как говорится, на основании этого, в соответствии с определенной статьей Конституции, сказали, что Трамп не может участвовать даже в праймарис. Однако Верховный суд единодушно, то есть включая трех либеральных судей, включая судью, которую назначил Джо Байден, сказали, что нет, это неправильное решение и аннулировал запрет для участия Трампа на праймарис в Колорадо. Дальше больше, но правда это уже решение было принято всего лишь с перевесом в один голос, 5-4. Суд сказал, что в принципе штаты на федеральных выборах не могут апеллировать к этой статье Конституции. Даже если представить, что Трампа признают виновным, причем ни в чем-либо, а вот прям конкретно, конкретно, конкретно в восстании, то все равно только федеральное правительство, насколько я понимаю, Конгресс, если быть точным, может принять решение о недопуске Трампа до выборов на этом основании. Штаты сами не могут проявлять инициативу. Также перед супер-вторником праймарис прошли в нескольких других штатах, и там их выиграл у республиканцев Дональд Трамп, а также в столичном округе Колумбия. И вот в столице победила Ники Хейли, для нее это была первая победа. Понятно, что, скажем так, не так много она получила голосов выборщиков, но тем не менее перед супер-вторником это, ну, по крайней мере, внушало ей, возможно, хоть какой-то оптимизм. Ну, а дальше был супер-вторник. Напомню, что это такое. Это праймарис, которые в один день проходят в ряде крупных штатов, ну, и не только крупных, но если говорить о крупных, то Техас, Калифорния, этого, что называется, уже более чем достаточно. Короче говоря, эти праймарис завершились. У демократов ожидаемо во всех штатах победил Джо Байден. Правда, было исключение. На территории США, в американском Самоа, Байден проиграл. Он получил 40 голосов, а, значит, его конкурент, причем какой-то малоизвестный бизнесмен, как-то связанный с Биллом Гейтсом и так далее, он получил аж 51 голос. Вот. И, соответственно, получил несколько делегатов на съезде Демпартии, которые будут его выбирать на должность кандидата в президенты. Вот. Но, опять же, это все не серьезно. На практике, да, Байден уверенно идет к тому, что формально его номинируют как кандидата от демократов. Но, опять же, может случиться всякое, кто знает. У республиканцев все было капельку сложнее, у Трампа все-таки какая-никакая, но была конкурентка, Ники Хейли. И, соответственно, во время праймарис на супер вторники она выиграла только в одном штате, в Вермонте. Во всех остальных штатах она проиграла, причем в случае Техаса, Калифорнии и ряда других штатов там 75-80% голосов были отданы за Трампа. Что касается других выборов, ведь эти праймарис, они не только президентские, но и зачастую там выборы в Конгресс, значит, в какие-то местные органы самоуправления и так далее, да. Судьи, опять же. Расскажу несколько историй, ну, наших техасских. Генеральный прокурор Техаса, которого пытались снять путем импичмента, а теперь пытаются его преследовать по уголовному делу, вот, всячески пытается как-то защититься. И, в частности, он поддержал ряд судей, которые должны были бы сменить действующих судей в Верховном суде штата, который рассматривает уголовные апелляции. По всей видимости, ему это удалось, потому как на республиканских праймарис сразу трое действующих судей проиграли людям, которых поддерживает Генеральный прокурор штата Кен Пакстон. Следующая история также из Техаса. Один из округов по выборам членов палаты представителей США, 23-й, если быть точным, значит, там следующая история. Сейчас место в Конгрессе занимает республиканец Тони Гонсалес, и он, ну, скажем так, считается таким соглашателем по вопросу границы, по вопросу оружия, ну, соглашателем имеется в виду с демократами, да. Вот, так сказать, очень-очень умеренный. Ну, и, соответственно, многие видят в этом, скажем так, отход от ценностей партии. И ему противостояло сразу несколько человек, в частности Брэндон Херрера. Он известный оружейный видеоблогер, у него более трех миллионов подписчиков, и он, собственно, ну, обитает в тех местах. Значит, соответственно, он набрал более 20%, и поскольку он был далеко не единственным из тех, кто бросил вызов Тони Гонсалесу, то Тони Гонсалес не смог набрать 50%, и таким образом Херрера, занявший второе место, будет с Гонсалесом участвовать во втором туре. Безусловно, избрание Брэндона Херреры было бы довольно интересным явлением, и, опять же, когда я говорю избрание, да, надо понимать, что в значительном числе мест США, особенно в сельской местности и так далее, республиканские праймарис, ну, это фактически выборы. На основных выборах, где будет выбор между республиканцем и демократом, у демократов, как правило, шансов больших нет. И еще одна гонка на праймарис, на этот раз у демократов в Калифорнии. Там борьба шла за номинацию на позицию кандидата в сенаторы, и победил там Адам Шиф. На данный момент он является членом палаты представителей, нижней палаты парламента, и заменит он, если вы помните, была такая Дайан Файнштайн, которая в очень-очень преклонном возрасте скончалась и, соответственно, место освободилось. Еще одно серьезное событие в рамках выборов в Сенат случилось в Аризоне, однако на этот раз не на праймарис. Дело в том, что действующая сенатор Кирстен Синема, она сказала, что она не будет участвовать в выборах. А интересно то, что она была избрана как демократ, но в какой-то момент она порвала со своей бывшей уже теперь партией, и рассматривалась возможность, что она пойдет как независимый кандидат. По опросам она занимала, насколько я понимаю, третье место, но отъедала она в основном у демократов, в результате чего на первом месте шла республиканка Кари Лейн, большая сторонница Трампа, которая вот буквально недавно проиграла в Аризоне выборы губернатора. Теперь же вполне вероятно ее шансы на победу стали куда меньше, поскольку больше, как говорится, Кирстен Синема спойлером не является и в выборах участвовать не будет. Следующая история из штата Колорадо. Я думаю, что те, кто следят за моими новостями, слышали уже несколько раз о конгресс-вумен Лорен Боберт, молодая, в общем, женщина, ей 37 лет, и, соответственно, ну, вокруг нее регулярно случаются всякие скандалы. То она разводится с мужем, то, значит, муж ей угрожает, она получает ордер, чтобы он не приближался к ней, то она, значит, с кем-то фривольно ведет себя во время театра. Вот, но, короче говоря, на этот раз история следующая. Ее сын, ну, уже совершеннолетний, вот, более того, уже, как я понимаю, то ли стал, то ли скоро станет отцом, он был пойман на разбойном ограблении, вот. Ну, соответственно, она повела себя прямо на пять с плюсом. Она выступила с заявлением, где сказала, что, во-первых, она вне зависимости ни от чего любит своего сына. Ей очень жаль, что, ну, видимо, в результате ее политической деятельности он стал жертвой такого повышенного внимания, которого он не просил, но у него были возможности как-то исправить жизнь, свою жизнь к лучшему. Ну, тем не менее, он ими не воспользовался, и, соответственно, за то, что он сделал, он должен отвечать, как все. Вот, ну, как говорится, все бы политики так себя вели, как говорится, может быть, мир был бы лучше. А вот история из Оклахомы, причем, что называется, в Оклахоме-то такое как раз ожидать было сложно. В одной из школ, старших школ, то есть это 9-й и 12-й класс, проходило какое-то такое фандрайзинговое благотворительное мероприятие, где ученики как бы собирали деньги за то, что делали какую-то странную фигню. Вот, и в частности, среди этой странной фигни было лизание пальцев ног. Вот, то есть не совсем понятно, каким именно людям они на видео лизали пальцы ног, на пальцы, как я понимаю, было намазано на арахисовое масло. Так что эта история вызвала некоторый резонанс, ну, вроде как они там разбираются у себя в школе. Посмотрим, будет ли какое-то у этой истории продолжение. Кстати, арахисовое масло, насколько я знаю, здесь довольно популярно у ветеринаров. Ну, видимо, для собак довольно хорошо работает. Может, или какое-то лекарство в него запихнуть, или просто отвлечь собаку. Следующая тема, которая на неделе обсуждалась, это поведение федерального правительства, которое, как выяснилось, завезло за последнее время, ну, может быть, год или типа того, 320 тысяч мигрантов, но не в смысле, что оно там границы не охраняет, а даже как бы немножко больше, оно их на самолеты посадило и, соответственно, доставило в США. Значит, у пограничной службы есть такое приложение, которое, значит, человек, который, допустим, ищет убежище, может использовать, как я понимаю, назначить, грубо говоря, время, когда он хочет перейти границу и так далее, да? Ну, то есть, типа, чтобы все было организовано. Так вот, как я понимаю, была история в чем, что у некоторых людей просто, типа, чтобы не нагружать границу именно вот на границе, они говорят, мы хотим просить США политическое убежище. Окей, соответственно, их сажали на самолет, ну, где-то за пределами США и возили в США. Вот, ну, как говорится, те, кто переплывал Рио-Гранде, перелезал через стену, наверное, чувствуют себя идиотами. С другой стороны, ну, в таком подходе тоже, что называется, что-то есть. Есть, например, в Калифорнии, недалеко от Сан-Диего, бандиты, находящиеся, базирующиеся в Мексике, переходили через границу и грабили уже на американской территории мигрантов, которые, собственно, тоже переходили через границу. Вот, причем вооруженные вот эти бандиты были и так далее. Странно, где они взяли оружие? В Мексике ведь нельзя обводить оружием. Вот, но, тем не менее, вот на этой неделе эта история, скажем так, стала обсуждаться в связи с тем, что, значит, пограничники поймали одного из этих бандитов, ну, вернее, как поймали, попытались поймать, задержать и застрелили в процессе. Ну, и напоследок упомяну тему, которая как-то за последние несколько недель пару раз всплывала в СМИ. Значит, два случая, как минимум, мне попалось на глаза. Один в Нью-Йорке, другой в Джорджии. Значит, ситуация следующая. Сквоттеры. То есть, люди, которые захватывают чужие дома и живут там. Ну, в Европе, насколько я знаю, особенно в некоторых странах, это довольно большая проблема. В США, казалось бы, мой дом, моя крепость, все такое, но нет, не совсем все так просто. Значит, ну, во-первых, есть законы, которые говорят, что если человек прожил где-то месяц, да, то вроде как его так просто уже и не выкинешь, да, то есть нужно решение суда. Вот. Во-вторых, значит, ну, в случае Джорджии, насколько я понимаю, человек подделал договор аренды, и, соответственно, ну, полиция приезжает по вызову владельца дома. Ну, дом ему достался в наследство, не то, что он там как бы жил и вдруг там внезапно его оттуда кто-то выселил, да. Вот он туда приезжает, там живет этот человек, он говорит, вот мой договор аренды. Полиция, ну, кто такая полиция, чтобы определять, это настоящий договор аренды или ненастоящий. Соответственно, это идет в суд, это занимает время и так далее. Вот. Так что, как говорится, в США тоже проблема с квоттеров имеется, но посмотрим, поскольку, как бы, штаты имеют некоторые рычаги влияния на решение подобных проблем, ну, по крайней мере, от Нью-Йорка я, конечно, этого не жду, но в ряде других штатов, может быть, защитят владельцев жилья. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока!